Золотистая и румяная выпечка с пылу жару. Ежедневно через руки поваров такие листы с мучными изделиями проходят десятками. Подготавливают начинку, лепят, загружают в печь и обратно. Что сейчас достаете, ингредиенты для чего вообще, что выпекать планируете? Проходящих пирожков. Пирожков с капустой и с мясом. И готовить нужно с любовью. По-другому невкусно получится, считает повар-самоучка Татьяна Харина. Связать жизнь с кулинарией девушка решила в далеком 2005-м и до сих пор не изменяет любимому делу. Как-то себя представляете без этой работы вообще? Нет, не представляю. Почему? Люблю ее. Батоны и багеты, булочки, лаваш и стандартные буханки. Хлеб на Ямале в основном пекут из муки, выращенной и купленной в Омской и Свердловской области. Классический белый хлеб в том числе. Придемте со мной. Первым делом в тестомес я добавляю муку. Муку высыпал. Затем дрожжи, сахар и соль. Все должно быть пропорционально. На последнем этапе вливаю воду. Запускаю тестомес. В округе хлеб производят около 100 предприятий. Из них 35 получают господдержку. Они работают в 28 сельских населенных пунктах и факториях, куда проблематично заставлять муку и другое сырье. Чтобы хлеб оставался доступным продуктом, в следующем году регион выделит финансирование для производства 2,5 тысяч тонн хлеба. Пекари смогут компенсировать часть затрат. Возмещение затрат, связанных с приобретением и доставкой муки, с возмещением затрат, связанных с заработной платы пекарям и возмещением коммунальных расходов по производству хлеба. Кроме того, округ субсидирует расходы на модернизацию пекарен. В следующем году обновятся мини-пекарни в селе Котровож и на фактории Юребей. Иван Турчин, Александр Хиля, Александр Ёлтышев. Время Ямала. Слихард.